Эй, ты! Да-да, ты! Хочешь научиться играть в доту и поднять свой рейтинг? moremmr.com Топовые гайды от сильнейших игроков, уникальное видео от известных личностей, постматчевая аналитика ошибок, анализ текущей меты и многое, многое другое! Ну а главное — море халявы! Не просто море, а целый океан, в котором можно утонуть! А еще пять аркан каждую неделю! Может быть ты — будущий Миракл! Пора выйти из тени! Так что зацените предыдущую игру в режиме «За короля» по ссылке в описании или подсказке на экране. А также сразу для некоторых из вас крутая новость! Имба-шоу теперь есть и на Твиче! И даже больше! Совсем скоро, в зависимости от вашей активности, я проведу там ряд розыгрышей среди подписчиков! Ссылочку, конечно же, вы найдете в описании! Ну а теперь давайте натыкаем под этот выпуск тысячонку лайков, и я вновь вас порадую сразу двумя видео за день! Поехали! Так, ну что, друзья, прячьте свои FPS! Сейчас будет очень-очень жарко, потому что будет очень-очень много юнитов! Я вот, честно говоря, пока думаю, кого мне оставить, кого взять, но в принципе меня все плюс-минус устраивает, кроме... Так, 20... Ну, у меня, видите, у меня классно, что много разного вида урона! Так, вот это мы точно поменяем! И давай все-таки поменяем фантомок! О! О, отлично! В общем, как мне под одним из последних видосов написали правильно вещь! Заметили, что тут... Как бы не то, что он сказал, что не важно, когда и какого юнита строить, а важно правильно, какого против какого юнита строить! Да, это важный момент, то, что нужно именно как бы перепикать по своей армии в каком-то смысле! Но тут, как подмечено было, что очень много разных юнитов, и каждый из них... Каждый из них по-разному имеет свои какие-то свойства! И очень сложно все это запомнить, не имея большого опыта игры в эту кастомку! Поэтому мы сейчас на половину вещей стараемся делать правильно, а половину вещей, что называется, методом проб и ошибок! Вот как в нашем случае сейчас... Я вот даже не знаю... В принципе, против вайдов... А, у меня, кстати, на вайдов есть тупо контрпик! А, нет, это полезно! Он только по сотке наносит один раз! Вот у вайдов есть такая тема, называется... Пассивка! Искажение пространства! Если у него больше 50% хп, он наносит... Он очень быстро бьет! Если у него меньше 50% хп, он очень много уворачивается! 50% вроде у воротов имеет! А, у меня есть такой интересный юнит, который никогда не промахивается! Что у вас там? Какие проблемы? Ну, у меня все идеально! Люкан против Свена, это нормально! Ну, вон... Слушайте, а как у нас интересно! У нас Люкан против Войда! Здесь Люкан против Свена! А и Свен против Войда! Вообще просто... Как это все вообще прям поодинакому! Не знаю, меня все устраивает! Меня тоже! Полный! Я вот думаю, сейчас можно, в принципе, будет вообще по-хитрому сделать! Так, сколько у нас получается для... Первый уровень можем и так взять! Да, я сейчас попробую классную штуку сделать! Комбинировать статуи и... Этих вместе пропускают у нас Леонид! Мы еще и ФМС сделали, получается! Вот Люканами главное вовремя задавить, получить преимущество и удержать его! Потому что в какой-то момент Люканы становятся бесполезны! Да, у тебя это Радина есть! Он не сок с ним! Да, ну ты никогда у тебя своим под флешу бьешь! Смотрите, у армированного идеальный есть скрип против Войда! Ну у меня тоже такой есть! И против меня Войда! Мы, кстати, можем пока еще, помимо этого всего, еще и постакать... Прошу прощения! Вот этих вот интересных юнитов! Давайте попробуем! Которые за 130 голды будут наносить еще и дополнительный урон Хускарам! Я так их парочку поставлю! Можно, пожалуйста, пару... Ого, крипов убить! И нужно уже завершить постройку этих крипов! Так как-то у нас внизу Ромео и армированный, да, сражается! Я смотрю, там чуть-чуть чаша весов перевернулась, да? Ого, из-за этого крипа! Там контроллайдер, да, так и фокус! Из-за террорвоидом? Да, и она спавница! Вот чем прикол! Стакается ты имеешь ввиду? Да! Это ужасно дюсмит на нервы! На самом деле, надо мне то же самое сделать! Попробовать застакать, наверное, вот этих ребят! И терроров, действительно! Ну вот, да, терроров, миссы, миссы решает! Войду очень много вносит урона, пока по ним проходят миссы, блин, 50%! Ладно! Сейчас уже достроим! О, я хотел посмотреть, что у нас дает этот волк! Атаки наносят 20% урон с синей целью, понятно, сплэш! Увеличивать силу атак у дружесных войск в радиусе 402 дополнительно за убитого врага! Ага! Три подряд! Как интересно! Фу, да пошел! Три-четыре подряд плэрда! Весело там тебе было! Так, я забился! Я тоже! Прям одновременно с тобой всей армией прошли! Больно! Ну, мы пока что... Ты, главное, там держись на максимуме! Я понимаю, что ТБшки неприятные, ребята! У меня еще ФЛ есть! Отстань! Ну, в принципе, один такой люкан съедает воина! Пока мясов нету! Да, плохая идея была построить темпу арку, потому что она все так же миссует! Ребят, босс аппетит! Да не надо! Пока не за что аппетит! То, что моп аппетит! Я ему аппнул вот так! Кстати, апп боссы, если что, еще и приносит вам дополнительно продовольствие! А, точнее, не продовольствие, а доход ваш увеличивает! А, мы полно еще! По экономике! А, мы полно еще! Клеп не слег! Ну, у нас, кстати, самый низкий доход! Давайте его немного поднимем! Через мгновение! Ну, раз в 6 секунд, если не ошибаюсь, должно! Отлично! Так что, быть полезным иногда полезно, в том смысле, что чем больше ты аппнешь, допустим, я могу свой доход увеличить потенциально на, сколько, 60, на 120 единиц! Вот у меня сейчас 135, могу сделать еще сверху 120, если я аппну каждого, каждый уровень босса, самоличным! Но это сделать сложно, и это дорого! 24, 27, да, действительно! Я думаю, можно будет вот тут по краям еще поставить по одному дополнительному волчонку, который будет давать бонус нашим героям! Что это такое? Это элитка! Зачем? Так рано еще и вперед! Она какой-то сплэш имеет? Да! Так я не помню, у нее есть сплэш! Да, но у нее нету сплэша! Но она не сплэшует вообще причем! Да, вот, либо поломанный, либо ты что-то неправильно понял! Нет, она горит! И поэтому написано, что сплэш! Не, поставь вторую скил, видишь, клейв! Да, 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 радиус 400, а он еще и активироваться как-то должен за 60 монет, видишь? А, оно, кстати, оно поломанное, оно должно быть активкой, но оно пассивка! Нет, 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 у сварков тоже там должна быть активка, но нарисована как пассивка, но она срабатывает как активка! Ну, у него сейчас 60 маны, вот все есть, но оно не работает! Ну, не знаю, что-то, что-то происходит не так, что ты делаешь, ты неправильно! Ты решил сайтером подпамить? Нет, я не такой! Я вот, чтобы заметить, да, выпадет, не выпадает! Что-то у нас каждую серию паузы проходит, надеюсь, я не позабываю их повырезать! Вот я, скорее всего, вот эту волну пропущу! Это кто говорит? Это фокс, там! На второй! Я эту волну пропущу! А потом еще одну! А потом еще одну! Я сейчас реабилизирую! Так, надо бы продовольствие немного поднять волны волнами! Ну, я смотрю, со сплэшем у Фокси будет сейчас все в порядке, да? В принципе, волшебнику стоит бы немного подзадуматься! Ну, я пока... Вот у меня сейчас такое чувство, что сейчас буду давить, 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 давить Леонида, пока он нужного юнита не найдет, а потом, как апнется, как начнет моих суммонов убивать! На самом деле, я знаю хороший контур Леканам, но не буду ее озвучивать вслух! Если кто знает, напишите об этом в комментариях! Не, ну а что Леканы? По сути, во-первых, это суммоны, во-вторых, это большое количество слабеньких юнитов, которые, грубо говоря, берут массой! И это важный момент! Так много много! Свенчик, гирокоптер! Ну, наверное, возможно! Не исключено! Вот тот же Свен самый! Со своим! А у Свена, кстати, есть какой-то сплэш урон? Да! Нет! Да, это второй Свен! Не первый, который увеличил скорость атака, а тот, который... И этот... В себе дополнительное бронебилет! Угу, угу, я понял! А вот эта госпожа меня вообще не перестает радовать, она просто живет до победного, до последнего! Не, все, ты меня своими пока добил, просто! Все нормально! Ромео, я смотрю, грустит, да? Там еще посмотреть, кто там идет! Подарок или! У меня вообще-то все плохо! А я уже не знаю, что делать! Ну, во-первых, ты сделал большую ошибку, то, что поставил Венгу за этим, за Клингзом, которого основной урон идет со стрелой, а так он имеет очень мало, там 12 урона, а Венга апает впереди стоящего на криты на 5 или там на 10 секунд. Понял? Нет, походу! Да, я тоже так подумал сейчас! Не, ну, в принципе, пока дела хороши у двоих из трех, в принципе, третьему волноваться особо не за что! Очень сложно одному выбивать, точнее, отбивать сразу три лайна, то есть свой, еще и плюс 2, который проходит у твоих союзников. Ой, Венге! А, я, кстати, хотел за 300 копеечек купить вот этот предмет и максимально его заапать. 18% дополнительного урона милишникам, это очень сильно! Еще и волчонок, который бафает, это круто! Уже не апать, да, это максимальный волк! И мы их... Стоп! Ой, фу, я думал, я его сейчас продам случайно! Хотел отменить, ладно, не буду отменять! Пока дела хорошо, значит, будем поднимать экономику! Но на самом деле, я смотрю, Леонид не пропустил мимо ушей информацию про Венгу, да? И правильно ее расположил! Она и так стояла всегда! Да? Я не видел! Это просто она и отошла от Юнита! Ну, тут же понимаешь, пока сам все не похвалишь, что начинаешь тут! Успеют? Так, ну что? Теперь время тяжелое! Так, 8% посмотрим! Ну, в принципе... Я думаю, неплохо! Мне вот интересно, как работает фишка со смертями... Этих врагов! Типа написано, каждый убитый враг дает какой-то там бонус! Увеличивает силу атаки дружественных войск, основываясь на зарядах! Каждый убитый враг добавляет один заряд! Зарядов 0! По всей видимости, она тоже немного не работает! Либо работает немного неправильно! Но то, что урон добавляется, это имеет... место быть! Ладненько! Чего бы еще сюда добавить? О! Я знаю, что сюда мы добавим! Нужно немного подкопить! Опа! А вот все это плохо! Ой, у вас там босс что-то вообще прям зеленый весь стоит! Он похож на Тайтхантера сейчас чем-то! А, там попроходили, блин! А я тут уже весь в надеждах, что все! Закончились страдания наши и не наши! Да я заметил, что там задефают! Так, ну раз у тебя есть босс, пора мне тоже добавить босса! Причем неплохого босса, как для милишников! Главное, чтобы твои юниты не перешли за центр! Перейдут за центр, это уже такой... Немного звоночек будет для меня! Так, а сколько там апнуть его? 880! Типа, он кого лапает! Кого-то? Не, я вообще апаю дракончика! Хочу апнуть за 880! О, тут у армированного войска! За 4 700 у меня даже до 4 не доходит! А ты про 1000? Ну, кстати, армированный прям вровень со мной идет! И с волшебником! Ну, видишь, оно вот прям вот очень-очень вровень! Да, вот у нас тот, кто выигрывает имеет 4 700, ну буквально где-то на 1000 меньше, чем тот, кто проигрывает! Леонид 3 700 у вас аналогично! А, Ромео немного подняться решил, да? Ой, драконы, когда стакуются, это не особо приятное событие! Ребят, можно паузу? Опять одна небольшая пауза, которую я опять-таки надеюсь не забуду вырезать! Ой, что-то вообще прям... Ну, армированный сейчас отыгрывает просто 10 из 10, раз он уровень войск меньше 5000! Как интересно! Так, ну давайте тогда думать! Нужно, оказывается, чтобы апнуть сильного юнита, нужно уровень войск выше 5000! Я вот думаю, свапнуть может, а хотя, в принципе, вот эти дракоши, они интересные! У кого там драконы есть? Я у кого-то вроде видел драконов! У меня драконы, видишь же! Нет! А, черный, в смысле? Вон их нет! Ладно, сейчас будем строить! Ну, дракончики, они прикольные, мне они нравятся! Мы сейчас вот так вот... Раз, два, есть, есть 5000! Хватает, не хватает, ждем! Давайте нам буквально еще одного юнита убейте, пожалуйста! Одного! Ой, молодцы, собачки послушные! Да, сейчас еще от меня привет придет! Тут немного осталось! О! Все! У меня теперь просто подгорание будет всей армии! Правда, чуть-чуть неправильно, почему-то драконы начали гореть! Хотя, в принципе, по расположению, да, понятно! Надо было поближе просто их поставить, или они автоматически подгорают! О! О! Ну, все, Кукси! Может, все! А я медасю самых сильных хриков! Медасишь? Да! Да ты жесткий! А будешь? Так, в смысле, не купил! Удачно! У меня всех дальников перебили! Так, ну что, можно этих ребят тогда потихонечку апать? Сколько тут стоит? Ап их 500! 500, 500 это дорого! У меня нет, там ли появились! Блин, мне был ВК! Так, вместо ВК можно купить просто этот... Домашечку! Да! Элементарно! Не, ну я же подсказываю всем и сразу, стараюсь, чтобы как-то более-менее сбалансировано этого было! Предмет, на самом деле, здесь реально много дает! Вот, допустим, у меня... Где тут мой волчонок? На маленький волчонок работает усиление урона! А в данный момент, сейчас скажу сколько, 13% он получает! У меня каждый юнит призывает троих маленьких волчат и получает суммарно на 4,12% и каждый из них получает по 13% дополнительного урона! Я к тому, что предметы это сильная вещь! Нужно на это обратить внимание! Что у нас по доходу, по экономике вообще? Ромео, а чего у тебя такой большой доход, 235? Так, я пытаюсь, вы как-то выкарабкивают отсюда! Не, а доход, чем ты еще так увеличил доход? Само подправляют! Я сам у нас отправлял! За кристаллы! Они же дают деньги потом, доход увеличивают! Ммм, постоянно или именно на это онлайн? Постоянно! Постоянно, если... Через одну! В смысле, через одну? Через одну, через две волны отправлял! Чтоб доход увеличивается! Чтоб я мог строй! Так, подожди, оно увеличивает доход на... Вот я отправляю волну, вместе с призванным союзом, с ОМОДом, и на следующую волну у меня увеличивается доход, и будет постоянно увеличиваться? Нет, скажем, когда ты покупаешь, вот он, тебе доход увеличивает! Там написано, какое количество, увеличить доход на 2, увеличить доход на... Интересно! Вот еще оно что как! 231... Да, я вот на этот момент как-то не сильно обращал внимания! Ты прям мне глаза открыл! Позор, позор мне! Легион, ты ты играл? Да, возможно, когда-то, не исключено! Нет, на его примере было бы проще всего объяснить! Не, не играл, не играл! А, я предлагаю, в принципе, сейчас... Кто еще на фуре играет? Кто давит, хорошо! А, я один на фуре играю, ну ладно! Хотел предложить тут ход конем сделать, что называется, ну ладно уж! Так, 210, 120... Ну там боссу, кстати, больно! Если бы у меня застакались мои еще раз! Блин, ну они сейчас все пройдут! Надеюсь, пройдут! Да, они по-любому пройдут! Ну ладно! Я вот думаю, может, оборону поставить? Ну хуй! Тебе? Я уже поставил! А тебе проходит? Много? Да, я уже могу одному проходит! А кто его поставил? Леонид? Да, да! Ну тебе, да, я тебя с самого начала давлю в этом плане! Я не могу найти, как тебя законтрить! Ну тут, видишь, нет, у меня просто перифарм уже элементарно большой идет и... А сколько у тебя дохода? Да, вон, статистику открой! 245! У тебя 222! Ну все равно! Так, ну раз у нас пошли рейджевики, значит их тоже нужно апать! Эти кристаллы у меня! Максимум, здесь максимум! Все, надо теперь копить по 550 монет! А, так там боссу просто... Уху-ху-ху! Жесть какая происходит! Он просто кусками все! Это все! Это привет! Жесть! Да там еще одна идет армия! Да, 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 одному! Да там минеров целая толпа, драконов моих, целая толпа, причем драконов-боссов, которых настакалась! Жесть! Плюс кентавры! Не, ну это понятно, в любом случае... Вот такой у нас сегодня интересный получился видос! Я, на самом деле, как и вы, смотрящие зрители, в каком-то смысле учусь играть в эту кастомку, допустим, насчет дохода, я даже не обращал на это внимания, будем стараться это учитывать в будущих видео. Также я знаю, что эта кастомка идет с... в принципе, как и любая другая кастомка, имеет свои корни с Варкрафта 3, и в третьем Варкрафте она была очень популярна, так что, возможно, много смотрящих ребят, которые еще с тех времен в нее играли и имеют хороший опыт. И знает про всякие различные фишки и интересные вещи, можете написать нам об этом в комментариях, я их все читаю и обязательно учту в следующем выпуске, чтобы это было еще интереснее и правильнее для вас, для смотрящих. Также не забывайте поддерживать видео лайком, канал подпиской и также заглядывайте на сервер дискорда по ссылке в описании, где мы вместе вот так собираемся и играем, либо можете с другими ребятами, единомышленниками, поиграть в кастомки, которые мы выпускаем на нашем канале. А сейчас смотрите предыдущие видосы, увидимся уже в следующем. С вами был Имбо, всем пока-пока! С вами был Игорь Негода.